Пустырь Было это в году так 35-м в селе под названием Иванковцы Черниговского района, что Украине. Выжившие только-только начали оправляться после голодомора, а всех, кто не пережил те темные времена, заменили приезжие. И вот среди этих приезжих было три сына, да мать-вдова. Как звали двух старших, никто поди уже и не вспомнит. Старожилы говорят, что два старших брата работать не любили, были нечисты на руку и постоянно пили. Мать звали Мария, а младшего сына Яким, и фамилия у них была Черезку. По меркам тех лет люди они были зажиточные. Поселились вчетвером в доме с хорошей крышей и земным наделом, купили корову и стали себе жить без горя. На селе говорили, что Мария ведьма, но доказать никто ничего не мог, да и не пытались. Знали только, что старуха в травах толк знает, и если у кого какая хворь приключится, то те сразу к ней вмиг на ноги ставила. Но вот однажды под Рождество Мария померла, и старики говорят, что последнее ее наставление было, чтобы ее сыновья жили в мире, никогда не ссорились, обиды друг на друга не держали. Как только дети похоронили мать, начали они наследство делить. Старших два забрали себе дом и землю, а младший получил корову. Яким на то не сильно печалился, но уже давно подумывал о женитьбе. Так что взял он корову, да посватался на местной девушке, подарки. Так они вместе с ее родителями и жили. Прошло пару лет. У Якима и Адарки родились два сына. Семья нищенствовала, но было одно благо – корова. Она одна и кормила как молодых с малолетними детьми, так и стариков. А тем временем два старших череску продали землю и все, что было в доме, а деньги пропили. Были они люди настолько дурные, что решили отобрать у Якима корову. Пришли к нему братья и начали угрожать, мол, зарежут его с женой и детей не пощадят, а корову все равно отберут. На раздумье дали они ему неделю. Что было делать Якиму? Пошел он на следующий день по селу корову продавать. Продав буренку, ладший череску вырученные деньги разделил пополам. Одну половину оставил дома, а другой отнес братьям. Положил он эти деньги им под дверь и повесился во дворе перед материнским домом. Похоронили Якима за селом, недалеко от кладбища, ибо не принято самоубийц на святой земле хоронить. После похорон Адарка забрала детей и пока братья мужа не пропили денег за корову, уехала куда-то под Киев. Никто не знает куда именно. Прошло еще время. Что-то неладное начало твориться в Иванковцах. Люди поговаривали, что по улицам села ходит Яким череску и заглядывает в их окна. Да скотина начала болеть и умирать. Но что самое страшное, на старшего из братьев череску произошло нападение, когда тот заснул пьяным под забором одного из домов. И убили бы его вовсе, если бы в тот вечер люди не возвращались со службы из церкви. Они сразу сбежались на крик, и то, что они увидели, напугало их до седины. Перед ними стоял покойник Яким, который страшно избивал своего брата. Начали они читать «Отче наш» и покрывать покойника крестным знаменем. Лишь тогда тот перестал бить брата, завыл, словно раненый зверь, и убежал. Не прошло и двух дней, как старший череску умер. Остался только средний из братьев. Да и тот умом тронулся, выть по ночам стал, а под конец закрылся в доме и сжег себя вместе с ним. Тогда-то люди изобили тревогу. Даже после смерти братьев Яким не угомонился, начал бродить в ночи по селу. Долго не думая, селяне вместе со святым отцом раскопали могилу младшего череску. Яким лежал в гробу таким же, как в тот день, когда его похоронили. Только волосы и ногти стали длиннее. Прочитал батюшка над покойником молитву, и вбили Якиму кол в сердце, а голову отрубили, набив рот чесноком. Похоронили младшего череску еще раз, и больше он в Иванковцах не появлялся. Только место то, где он похоронен, называется Якимов пустырь, ибо даже трава там не растет. Субтитры создавал DimaTorzok